Всем привет! Меня зовут Марина и сегодня продолжаю тематику детских рецептов. У нас будет три детских рецепта мясных блюд, вот именно таких вторых блюд, которые нравятся моему малышу. Я надеюсь, что вашему ребенку они тоже понравятся. Я знаю, насколько тяжело ребенка накормить мясом, и мы тоже это проходили, и периодически Егор тоже не хочет его есть. Но вот эти блюда, которые я вам покажу, как правило Егор всегда хорошо ест, и они у нас идут на ура. У меня здесь отварная картошка, затем отварная куриная грудка, одна грудка у меня, и сметана. И сейчас мы будем первым делом мясо измельчать в блендере. Мясо у нас готово, сейчас будем заниматься картошкой. Я буду вот так ее разминать, как на пюре. У меня здесь немного жидкости, в которой сама картошка варилась. Я не делаю с молоком, потому что сверху буду мазать все это дело сметаной. Но, в принципе, вы можете сделать с молоком, если хотите, если даете ребенку молоко. Добавляю соли немножко. И сейчас все будем соединять. Так. Иду. Добавляю соли. Добавляю соли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня здесь одно филе куриное, затем здесь рис, морковка половинка и такая небольшая часть лука. Сейчас куриное филе мы будем измельчать в блендере и затем морковку с луком тоже будем в блендере измельчать. Сейчас на сухой такой сковороде я эту смесь всю немного поджариваю и затем мы будем наливать полстакана воды. И с водой еще тушим где-то минут 10. Я взяла чуть больше чем полстакана риса, у меня здесь получается где-то 150 грамм риса. И буду все это засыпать в нашу смесь. У меня рис круглый, поэтому получится более такая кашеобразная субстанция. Если рис длиннозернистый, еще и пропаренный, то получится более рассыпчатое блюдо. Заливаем стаканом воды. Накрываем крышкой и оставляем тушиться до готовности риса, то есть это где-то минут 20. И вот что у нас в итоге получилось. Итак, первым делом оставим греться воду для макарон. И теперь отварное мясо я буду взбивать в блендере. Итак, у меня вода вскипела. Я беру вот такую гречневую лапшу и мелко-мелко сейчас ее покрошу, кину воду вариться. Сейчас на сковородке я обжарю наше измельченное мясо. Я немного туда полила оливковое масло. И вот что у нас в итоге получается. У меня вышло две порции. Вот здесь еще половина осталась. На завтрак хватит. И я подаю это все со свежими овощами. Егор очень любит это блюдо и всегда ест его с удовольствием. Так что обязательно попробуйте вашему малышу это приготовить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...